Если изучить годовой доклад Краевого Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Забайкальском крае в 2023 году, то можно заметить, качество воды с каждым годом улучшается. Об этом говорят результаты проб. Количество источников питьевого водоснабжения несоответствующих требованиям снижается. Если в 2014 году их было 8%, то в 2023 уже 3,5. Но не все так радужно. Ежегодно во время купального сезона все больше пляжей становится недоступны для отдыхающих. В этом году Роспотребнадзор сообщил, что купание в озерах Кенон, Иван, Тосей, а также в некоторых участках реки Четинка может быть опасно для здоровья, поскольку приводит к инфекционным заболеваниям, таким как гепатит А и Е, дерматит и кишечной инфекции. Вообще места для купания ежегодно определяются порядка 20-22 мест купания. Мы проводим мониторинг за качеством воды и за качеством песка на местах купания. В этом году проводили мониторинг в 19 точках. Это город Чета, Четинский район, основные точки и в районах края. По исследованиям было установлено, что песок, почва отвечают требованиям, не отвечающих проб не было выявлено. Исследования проводились на паразитологические показатели также. Но вода водоемов не отвечала по микробиологическим показателям. Но здесь, конечно, сыграло и то, что лето жаркое было, и то, что не соблюдается требования к содержанию прибрежной зоны. Вследствие этого вода ухудшалась. За последние 10 лет вода из источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям стала хуже. Доля проб, выявивших несоответствий нормам, увеличилась с 24% до почти 30%. Но вот по микробиологическим показателям наблюдается улучшение ситуации. Доля проб, несоответствующих нормам, снизилась с 5,5% до 0,5%. И вот основные источники загрязнения воды. Если воды открытых водоемов, зона рекреации, как мы говорим, это то, что осуществляется и водопой скота, и ненадлежащее содержание прибрежных территорий. Это мытье машин, это стоки, которые с населенных пунктов туда стекают после дождей. И это мусорки, которые образуются рядом тоже. Сейчас в рамках национального проекта экология есть федеральный проект «Чистая вода», который предусматривает строительство насосных станций, водонасосных станций. Их 11 предполагалось построить. Пока построены только два, остальные на стадии строительства находятся. Пока всего две водоподготовительные станции начали эксплуатироваться в крае и обе в Чите. Станция на водозаборе Прибрежный и ВНС Рахова. Даже если все станции будут готовы и начнут свою работу, останется проблема износа сетей водоснабжения. Все они давно уже требуют замены. Плюс ко всему, вода во всем крае содержит высокую концентрацию железа и марганца. Содержание железа выше предельно допустимой концентрации установлено в воде систем централизованного водоснабжения в поселке Орловский, Агинском районе, Балеи, Нерчинске и в Чите. В Забайкальском крае усугубляет положение с водой еще и то, что многие территории возле питьевых источников не имеют статуса санитарных зон охраны. Из-за этого невозможно регулировать хозяйственную деятельность в таких местах. Это тоже приводит к загрязнению воды. Ежегодно от 30 до 70 тонн сточных вод сбрасывается в водоемы края. Растет число объектов, отнесенных к категории грязная и экстремально грязная вода. И чуть больше половины населения обеспечена качественной питьевой водой.